Первый казах с аккредитацией в зону АТО У казахского блогера даже то, что боевики не пытали его, уже вызывает восторг Он с сарказмом пытается убедить, что там ни над кем не издеваются И все будто бы происходит вполне цивилизованно За несколько дней пребывания в Донецке Нурали уже начал писать более откровенные посты, а точнее полную чушь В частности убеждал, что в Украине журналисты пишут неправду, считают, что это влияние Запада К сожалению, в Украине много говорят неправды, слушая ватную западную пропаганду Уже через несколько дней казахский блогер решил вернуться в Киев Об этнических казахах он почти ничего не узнал, однако успел несколько раз облить грязью украинских солдат И уже при выезде из неподконтрольной украинской власти территории Нурали не перестал выражать свою неприязнь к украинским военным В конце концов Нурали снова вернулся в Киев Он поселился в один из столичных хостелов в центре города И тут началось самое интересное Уже через несколько часов после поселения один из жителей хостела заподозрил Нурали в краже Мужчина на несколько минут оставил свой кошелек на кровати и пошел принять душ Когда вернулся, то увидел, что в кошельке не хватает 2000 гривен Так как в комнате больше никого кроме блогера не было, подозрение пало на него Я понял, что меня обворовали Назад я, когда пришел, в гостинице на данный момент кроме Нурали никого не было Предъявивший ему факт, что вечером его нету И то, что он вел большие растраты И попросил вернуть его деньги В ответ он ответил, что у него нету этих денег И бросился на меня ножом Нанес два ножевых ранения В конце концов, оба парня обратились в полицию Уже в райотделе написали объяснение Андрей также написал заявление о краже и нападении с ножом Однако в полиции Нурали надолго не задержали Парень даже не оставил номер телефона Объяснил, что мобильный похитили в Донецке После этого его отпустили На замечание Андрея о том, что его обидчик просто упакует вещи и поедет в Казахстан Никто в полиции не отреагировал Полиция отнеслась к этому никак Несмотря на то, что у меня ножевые ранения Они даже это заявление не рассматривали Между тем, в СБУ, несмотря на открытые сепаратистические призывы казаха в социальных сетях Несмотря на случай в киевском хостеле Особо не обращали внимания на коварного блогера Хотя хорошо знают о его существовании Если я не ошибаюсь, то этому парню аккредитация была аннулирована Сейчас находиться в районе проведения АТО с целью сбора какой-то информации в журналистских целях Он права не имеет Об истории с кражей и нападением с участием казаха в СБУ говорят, ничего не знают Однако после того, как наши журналисты поинтересовались, пообещали вмешаться в дело Скажите, пожалуйста, как СБУ проверяет таких лиц и как им, собственно, дают аккредитацию? Относительно тех признаков криминальных действий, о которых вы говорите и заявляете, мне об этом неизвестно Я думаю, что действительно, возможно, мы вместе поработаем с национальной полицией для того, чтобы установить местонахождение этого человека И я думаю, уместно будет с ним пообщаться нашим работникам, нашим оперативным сотрудникам Почему СБУ не может проконтролировать ситуацию, чтобы такие инциденты не повторялись И почему аккредитацию получают сомнительные журналисты без удостоверения и основного места работы Нам так и не смогли объяснить Не всегда, к сожалению, мы можем знать заранее, что этот человек негодяй Можно даже так сказать Где находится блогер с Казахстана, неизвестно Если у себя на родине, то сомнительно, что его ждет ответственность В СБУ часто проводят брифинги, говорят о национальной безопасности Но в действиях казахского блогера почему-то никакой угрозы не заметили Не исключено, что такие же журналисты, как Нурали, сейчас работают в зоне АТО О том, что они потом напишут, можно только догадываться Пример казахского блогера Нурали Айтиленова показывает, что ему выгодна своя правда Иногда она далека от истины В первую очередь надо разобраться с тем, какой статус имеет страница в социальных сетях Это средство для личного общения И действует ли лицо, которое выражает свои мысли в этот момент Как частное лицо и общается со своими друзьями У нас нет термина десепаратизация И что он в себя включает Есть только проект закона о сепаратизме, который был принят в первом чтении Если этот закон будет принят, там будет четко определено, что такое сепаратизм Что такое меры десепаратизации, что такое высказывание И проявление сепаратизма в разных его формах Соответственно, будет предусмотрена ответственность И проявление сепаратизма в разных его формах И, соответственно, будет предусмотрена ответственность Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!